Вот иногда спрашивают, а почему у католики бороды бреют? Ну действительно, почему? Вот смотрю, папа под 80 лет и... Ну смотреть не на что, яйцо, говорится, голое. Старик, скоблиц, апостол этого не делали, пророки не делали, это доказано. Христос был с бородой, а он является первообразом. И вот католичество особенно меня отталкивает именно этим. Примат папства и вот это. И откуда это пошло? Ну вначале, когда ничего не знаешь, ищешь это объяснение. Я нашел у старобрядцев, у беспоповцев поморского согласия в Клайпеде. Они мне показали старинная книга, написанная. Ну проверять нельзя, но так как знаешь, что папство делало, то приходится задуматься. Папа был, как филарет, привязан к женскому полу. Ну она блудница, а не со своими прихотями. Она однажды ему говорит, ты бороду сбрей, вот тогда я тебя буду до себя допускать. Какая-то там фотомодель была. Ну а как это так? Был с бородой, ну папа Сикс, Сикстинская Мадонна. Видно, папа, это папа Сикс. Это не православная икона, изображение. Ну а как это сделать? Вчера был с бородой, а сегодня без бороды. Она надолмела его. Ну у вас написано в Библии, что голубь является, ну, в виде, Дух Святой в виде голубя является. Ну да. Ну ты сделай так, чтобы когда во время моления будет, там у тебя же есть там вверху там диахаристы. Возьми голубя, там белого, конечно. Ну и сделай так, чтобы он у тебя на плечо сел и в ухо тебе наклонял голову. А ты стоишь-то там далеко от народов, никто ничего не увидит. Ну а как голубь? Голуби боязливые. Можно сделать. Вот у меня вывелся голубенок. Вот я взял семечки. Вот они, семечки. Мелконькие. Это Женя Долгов мне дает, он фермер. Нынче, правда, все ушло под снег. И вот так вот клади их вот совсем себе в ухо. Вот они. Вот тебе видно, нет? Да, видно. Да, да. Вот они где. Вот он дерет. А ты стой так, как будто бы ничего не знаешь. Люди-то будут смотреть. И ты сразу говори, там, братья и сестры. Всегда так они говорят. Мне откровение было от Бога. Да, все видели, Дух Святой говорил. А голубь-то что ему, два дня не давай есть-то, он тебя будет с ухом рвать все. Вот он у меня есть, видишь какой? Вот тоже он мне в ухо что-то говорит. А он мне в ухо говорит, что не развешивайте уши. А смотрите, что в Святой Библии написано. Лопоухи, как слоны, хлопайте ушами. Это он мне говорит сейчас. Вот здесь. Ну, я понимаю, что язык-то у него еще не очень понятный. Но я понимаю, он мне в ухо говорит. Вот. Ну, перестал говорить. Я сейчас его попрошу, он будет у меня говорить. К этому можно что еще добавить? Ну, вот. И три-четыре семечки добавлю я ему. Всего только ничего. И он заговорит у меня. Вот я опять положил. Вот она где. Ну, все. Вот он, гляди. Вот он мне сейчас говорит. И ты, старик, не дури мозги-то людям-то. А скажи правду, что я за семечками залез-то. Ну, а ему-то свое надо. И ты скажи тогда, мне было откровение. Тут-то не подкладывай. А когда он слетит, несколько раз клюнет, для народа достаточно. Дух залетел в голубь и в ухо никуда-то ему не полысь и не долбит-то. А он с бородой еще был. А что? Дух Святой сказал, чтобы мы, мы же называемся как ангелы. Правда, ангелы вы видели, чтобы с бородой был нарисован? Нет. Но монахи-то все ангельский чин принимают. И он мне сказал, это все было Ветхозаветнее с бородой. В Новом Завете надо быть похожим на ангелов. Правда, но он не говорит, что Ветхи днями Бог явился Даниилу. Но ясное дело, что с бородой есть. Хрисос был. Этого ничего не говорит. И что же он ему сказал? Он сказал так. Убрать бороды. И папа это сделал. И блудница его допустила. И резюме в конце написано. Итак. Божественную, Богом данную красоту, променял на подпупную. Б. Красоту. На подпупную. Некоторые не знают даже, что это такое. Ну, ниже пупа находится. Там тоже такое же украшение. И ты за той бородой полез, а эту потерял. Вообще-то здорово. Вот. Такое вот я прочитал объяснение. Не знаю. Утверждать не берусь. Потому что противники могут что-то и подделать. Но смысл понятен. Во-первых, приучить голове. Вот он, голубенок. Ему сколько? Послезавтра будет два месяца только. Два месяца. Он у меня все делает. Он на шаг от меня не отстает. Вот я сейчас в комнате нахожусь. Я сейчас его столкну. Вот, посмотри. Но он боится, что Володя стоит здесь. Ну-ка. Давай слазь с меня. Слазь. Он не хочет даже слазить. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка давай. Вот полез тут. Да недоволен еще. Недоволен. Ворщит. Ну-ка давай. Вот он где залез. Вот теперь смотри. Я пошел. Я пошел. Ну-ка. Ну-ка давай сюда. Вот он где. Ну давай, давай. Давай. Вот он где. Держи. Иди скорее. Иди. Но я пошел сюда. Он как котенок за мной бегает. Вот он где. Смотри. Сейчас я ему покажу. Где он? На руку сразу сядет. Вот он где. Давай, давай. Давай сюда. Ну-ка давай. Давай скорее. Давай скорее. Вот он как. Ну а тут-то проще всего теперь уже. До уха рядом совсем. Поднять его. Два месяца нету еще. Он все выполняет команды. Вот он ее. И тут можно его гладить. И он будет сейчас сердиться. Сейчас он рассердится. Вот сейчас покажу, как он умеет сердиться. Ну-ка давай. Ну-ка. Посердись. Как ты сердишься? Ну-ка. Ой, какой. Ну-ка. Ну-ка. Он сейчас начнет ворковать. Недовольный будет. Ну-ка давай на руку. Садись сюда. Ну-ка. Ну-ка давай. Вот она. Одна семечка. Найдешь ее? Найдет он ее семечку. Да он молодец у меня гуля-гуля. Ну-ка. Он Володе еще смущается. Вот он. Это сует. Что? Он думает, что я голубка или кто? А они так это любуются где-то. Вот он на пальце. Если я нахально к нему лезу, он начинает клевать тогда. Вот он сует туда голову, чтобы я взял за клюв его. И он тогда сделает мне самое дорогое, что он ее не ест. Семечки отрыгнет и мне отдать может. Он думает, что это голубиный нос матери. Вот он сует. Вот-вот-вот-вот-вот. Что такое делает? Ну я не больно давлю. Вот он отрыгает. Он его же забыл. Ну все. Но дать он не дать. Он никогда ни одной семечки не отпустит. Пока я не открою рот. Ой. Вот он теперь целует. Смотри, как целует. Ну-ка. Давай, да хороший, да присел. Ну-ка. Покажи теперь, как ты целуешься. Ну-ка. Вот он. Сначала целоваться. Ну-ка. Вот он как. Вот он. Все. Со всех сторон. Ну-ка. А отблагодарить надо. Вот он как целует. Да довольный такой. Вот он как. Вот он. Ну. Вот пожалуйста. Что угодно можно сделать. И что угодно можно объяснить. Но про бороду. Я слышал такое. И там не написано, что это выдумка. А буквально, дескать, стало. Вот теперь будет. Видишь, я сразу не отошел. Он недовольный. Ой. Ой. Ну-ка. Ой, какой он у меня. Ну-ка. Ага. Нет. Не хочет сердиться. Сильно доволен. Вот это он так целуется. Вот как мелко-мелко-мелко-мелко. Вот это-то мелко-мелко щекотит руку. Вот. Это он так выражает свою благодарность. Чтобы я его зажал маленько. За нос и подергал. Это означает высшая любовь. Я ему ответную любовь дал. Вот он где. Люди, которые не хотят заниматься птицами. Я занимался дрессировкой птиц. Собак в уголовном розыске. И к ним надо иметь особый подход. Можно его все, чему сейчас научить. Много его можно научить. Но нельзя научить, чтобы он не отправлялся постоянно. Чуть-чуть он капнул маленько. А спрашивает, для чего она птица. Надо летать. И он не накаплит, как человек, целые сутки, а потом идет в туалет. Он все время этот лишний вес сбрасывает и сбрасывает по одному мешку. Вот он. Ну, пожалуйста. Вот такие дает Господь нам уроки. Ну-ка. Все. Пошел я в ту комнату раз. Ну-ка. Я ушел. Все. Ушел. Куда он взялся? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот он так. Вот он где. Ну. Где? Давай сюда. Давай, подходи. Каймарик. Давай, давай. Ну. Вот он мой такой. Хороший-то какой. Можно его брать. Свободно затащить. Вот он где. Смотри, где. Под ногами семечки-то ты не видишь их. Вот они легли. Ну. Ну, за семечки все отдаст. Вот, недоволен. На, одна семечка. Ты за нее руки долбишь. Ну-ка. Ну-ка, давай. Посередись маленький. Нет. Очень добрый. Добродушный такой, добродушный растет. Ну, кто он? Он или она, даже не знаю. По сегодняшний день. Но предположение, что именно она. Как узнавать? Вот голуби никак нельзя. Они одинаковые. О, вот теперь начинает долбить. О. О. Вот голубка, она дает себя за нос брать. А он не дает. Вот, 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 что-то рассердился, ну. Ну, что, что, семечек дать надо. Ну, ну, ну. Вот так. Вот я предполагаю, что это она, самочка. Голубка. Потому что свободно нос дает брать. А он не дает. Он мужчина. Он бережет свой нос, чтобы за нос женщины не водили. Вот. Ой. Ой. Смотри, он как. Ну-ка. Это долбит уже. Ну, не очень так, не активный так. Ну, все, мне некогда. Давай. Уходи. Ну. Ой, раззадорился. Ну-ка, давай, иди. Иди, отдыхай, летай. Летай. Вот так. Пойду на улицу, на голубятню надо слазить там. Тебя вынесу на улицу, тогда снег растает. Иначе ты замерзнешь. У него подшерстка-то нету подпушника. Начал мыться здесь, я ему поставил тазик. Он искупался. У него обвис, у него голое тело. У него ничего нету, кроме верхнего вот этого, перышек-то. Вон, не приспособлены никуда. А там голубята сейчас выводятся в гнезде. У них все есть. Ушел. Сиди там. Слава Богу. Вот сегодня все у нас тут. Да все тут у нас как надо идет. И нормально у нас на форуме. Нормально. Майл.ру. Ну, а мой мир. Это все. Где видно? А сейчас мы покажем. Вот он наш мой мир. Вот он какой. Ну, а кроме того, у нас есть большой сайт. Вот он. Во свете Библии православный библейский сайт. Вот сколько есть. А это что? Ну, это что? Вот православный видеоканал. Везде открытым оком во свете Библии. Еще как будто особенного нет. Вот. А на самом деле очень много полезного. Много. Господь нам так дал. Вот ответил фильм Звягинцева Левиафан. 148 тысяч пришло. А тут посещение. 917 тысяч. Ну, думаю, скоро миллион будет. Это переворачивает тут страницы. А подписчиков 1746. Вот она. Цифра какая. А сколько у нас роликов стоит? Сейчас менеджер видео откроем. Вот. 2779. Ну, считай, 2780. Вот сколько под замком. Это у меня уже готово. Я только замок снять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ну, вот в основном шесть еще роликов, которые не выставлены. Уже стал выставлять и через 12 часов, а через 8. Постоянно люди идут откуда-то, звонят. Ну, очень интересные вопросы задают. И все люди это просят. Отдаем. Сейчас эпиграфы простые говорят на дататке. Вот такого нигде больше нету. И кто это будет, тот никогда болеть не будет. То есть заинтересовать. А смотришь, там ничего нету. А я смотрю по состоянию. Вот этот американец из Америки ехал на машине и разговаривал. Вдруг он появляется. Вот он. Я даже не знал, кто он. Смотрите, как вот. Скоро я поставлю его. Сергей Козлов сделал так. Светильник в ноге моей, естественно, сиди моей. Вот кто-то звонит. Алло. Добрый день. Вас не видно. Добрый день. Так, я вас не вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Я включился. Сейчас связь пока соединится у меня. Хорошо. В наушниках. Так, скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Я нахожусь в Соединенных Штатах. Вон как. А какой штат? Ну, сейчас я еду в штате Небраска. Вон как. Я был в... А вообще живем в штат Ваш стран. Я в 92-м году был там в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке. Он за машиной едет? Ага. Это вы прямо на ходу едете? Ну, я прямо на ходу еду, да, и как бы вот просто читал Ваши рекомендации некоторые, некоторые лекции слушал, давно слушал даже лекции. Ну, а вот ехал и думаю, смотрю, Игнатий Лапкин на Ютьюбе, думаю, ну-ка послушаю, посмотрю, что нового в рассуждениях. Ну, и вот решил позвонить, думаю, как-то узнать об этом всем хотя бы более подробнее, лично из Ваших уст. Вы знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? А я не против, конечно, пусть будет. Все, я Вас слушаю, говорите, пожалуйста. Понимаете как? Ну, как его оттолкнуть? У нас очень большая была беседа. Дальше. И в конце он сказал, ну, можно мне еще позвонить? То есть человек прекрасно знает Писание, мы рассуждаем, я ему много рассказал. С такой окладистой бородой оказался неправославный. Вот что удивительно-то где-то. И вот, когда этот будет ролик стоять, посмотрите, как надо беседовать, как перед ним все открывается. Вот так. И тут же другая душа заболела, она заболела, в центральной клинической больнице в Москве лежит. И там у ней перед собой, и она вышла на меня больная. Как ее отвернуть? А больных-то много. А другое что здесь? Ну, тут из деревни, вот про деревню батюшка тут разговаривает. Вот если даже взять, показать, как ролики рождаются они. Вот она. Мы модифицированную пищу, и комары уже эту кровь человеческую не пьют. Я вот два года уже ни одного комара не видел. Это все конец. Вам надо куда-нибудь... Вот, это мой родной брат, отец Аким, протеерия, Сергей Козлов. И вот такая беседа идет о деревне. Интересно, очень интересно. Ну, только поставил уже там, 128 человек посмотрели. Бывает несколько часов больше ста. Для нас это уже цифра. Вот. И вот я говорю, как рождаются ролики там. Вот пришли друзья старые. Слушай, посмотри. 30 лет назад были. Не думал. Зацепи за нее, некоторые для них. А я считаю, не все догнать нужно. Вот я сейчас стою, и вдруг у меня мысль такая. Я помолился, даже не знаю что. Но я сразу за эту мысль ухватился и стал молиться. Проходит маленькое время, звонит. Знаете, у нас нужда помолиться. Я говорю, я уже... Вот понятно как? Это вот Тоня Гладких. Ее сильное гонение преследовал муж-милиционер. Вот это можно сказать даже. Немного. Она была близкая-близкая нам. Тогда, когда не было ни общины, ни деревьев, ничего еще. То есть от самые давние времена. И она на суде была близкая. Ее даже назвали правая рука Игнатия. Вот. А муж милиционер. И он ей не давал ходу никак. На то время иконы выбросил в окно. То есть очень противный был. А потом, говорит, он работал в милиции. Ну, милиция такой, можно сказать, рядовой. Это может сержант какой-то. В КПЗ охранял людей. Камера предварительного заключения, когда арестовывает. И тут он. Ну, где-то меня в КГБ вызывали из-за тебя-то. С этим Лапкиным ты. Она говорит, Сережа, ну, я верю. Я запрещаю там, он начал ею отваживать. А ко мне на работу приезжали сотрудники КГБ. И вот приезжает майор Беденко Александр Семенович. Майор. К слову сказать, он вскоре станет генерал-майором в охране Бориса Николаевича Ельцина. А на мне большие звезды заработали. Целые отделы работали по моему делу-то. И он как-то заезжает. Ну, вот как, вот Игнатий Тихонович, вот. Они сильно хотели меня забросить в тайгу к староверам. Потому что в Барнауле одновременно из ИПХ, которые паспорта они принимают, пензенские затворники. Там ничего не могли сделать. А Бог делает. И у меня одновременно 32 человека пришли. 32. А они там монашество приняли. Пришли к настоятелю Хвойтовичу, отцу Николаю. Потом тогда был новосибирский архиепископ Гедеон Докукин к нему. Их утвердили в этом звании. А одна из них, Шишкина Раиса, станет здесь Хи Монахиней, настоятельностью монастыря Варвары. Потом Ксенией. Это в Барнаульском здесь. Это все здесь было, вот. И они хотели КГБ меня забросить в тайгу. И там, где вот Абаза, там разное есть селение. Чтобы я там среди них потрудился, чтобы они получили паспорта, дети пошли в школу. То есть интересы государственные, интересы веры совпали. Мы хотим, чтобы они были в церкви. У них священства там не было. Ну и он ее отгоняет, говорит, он когда приехал ко мне на работу, беденка. А я ему говорю, ладно ли делать. Вот у нас верит Тоня, а муж-то ее так. И он говорит, вы его в КГБ вызывали, и там ему дали строгоща. И он, да вы что? Я говорю, да. Ну и все поговорили. А там в КГБ ребята работают компетентные. Это не название только, они действительно работают. Они его вызвали в кабинет, бумагу на стол. Так, пиши, когда мы тебя в КГБ вызывали, и когда мы тебя гоняли, чтобы ты жену преследовал? А как же вы Лапкину сказали, что вас в КГБ это заставляют делать? Вам в КГБ что это? Дед бабай какой? И он мне это рассказывать приехал, потом рассказывать приехал, говорит, трус презренный, сидит, пот тещет. С него, он, ну, потеет, дескать, вот. И все, пришел, а я еще сказал, он приезжал на машине, там мне угрожать, но я не говорил, что милицейская машина-то. Откуда он взял, я не знаю. Я вообще его не видел. Так они его как подцепили, я не знаю, что с ним сделали, он от работы отстранен был, машину отняли, и он на даче сидел. Сразу присмирел, тише воды. Но проходит какое-то время, меня арестовали, а его уже на работу остановили. Он заходит в камеру, местами поменялись, а теперь он меня ведет в туалет, приносит в ведро, сделать приборку, а меня держат одного. А потом вместе с другими, и он виду не подал, что меня знает, и я виду не подал. То есть КГБ нас развело по нужным углам, и глаза отвели нам в сторону. А это его жена Антонина, украинка. А это рядом сидит тоже из старых друзей, Нина Долгова. Тут мы беседуем с ней, они пришли вот дня три назад. Это полячка, красавицы наши. Ну они уже в годах, конечно. И вот рождается ролик. Ну полезно, очень полезные вопросы по писанию будут. Слушаю, посмотрю, что нового рассуждения. Видите как, это человек говорит. А как это назвать? Вот, его, который американец, я, ну американец, он русский. Я взял эпиграфом Деяния 8.29, и Дух сказал, подойди и пристань к всей колеснице. Колесница называется транспорт. И он едет, и всю дорогу беседуем. И это он из машины ролик. Ну много ли таких из машины? Ни у Смирнова, ни у патриарха нет. Они у меня уникальные все. Вот я беседую и даю интервью с голубем. Ну какой патриарх покажет? Ему в руки дали, он вышел, отпустил. У него нет голубей, там у меня три голубя от него. Вот я лежу на постели, это я от голубя закрыл, чтобы ничего там от него не упало. И под палаткой. Уже 400 человек зашел посмотреть. Я уже спать ложился, ну и последние слова были из-под одеяла. Людям интересно? Да, интересно. Идем по улице Благовестия. Вот. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Это для переезжающих. Другое. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Этот ролик я вот-вот поставлю уже. Они у меня уже под этим. Вот теперь я молюсь семикратно в день. И вот этот мой голубок... И вот страшный саду. И сколько праведников найдется в городе. Какие города ты можешь пощадить? Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ты даешь людям наставление, утешение через слово твое. Ты показываешь нам то, что происходит сегодня. Чтобы мы мудро рассуждали и брали нужное для спасения. Вот мы ложимся в постель. И вспоминаем, вот мне смерть предстоит. Вот мне гроб предлежит. Некогда во время потопа Ной выпустил голубя. Он возвратился с масличной ветвью. Свидетельствует, что потоп окончился. А ныне мы видим, что ангелы Господни будут изливать чаши гнева. И ты с неба явишься сам. Мировая история закончит твое существование. Будь милостив к нам, Господи. Вот видите, какие ролики. Такой ролик вот этот патриарху никогда не составить. Во-первых, нищета, я стою весь в заплатах, рядом голы. Молюсь своими словами. Какая обстановка, бенея нету. Но это все прекрасно. Можно спать в комнате у нас чисто. Живем в частном домике. Ну, все прекрасно. Но им не составить ни Смирнову, никому. У них лакированный стол, часы. И отражение остается, а часы исчезают. Ну, все. У нас ничего нет. Заплаты на нас остаются и не исчезают. И в лакировом столе они не отображаются. Вот он, я сейчас говорю, и вот он сидит. Это несоставленная компьютерная какая-то верстка или съемка. Вот такие наши ролики. И везде мы говорим о божественном. И вот Господь просто дает это. То собрание у нас. Вот один тут выступает. Из баптистов пришел. Я эпиграфом беру Иисуса на вина, дабы в точности исполнить все написанное в книге. Вот. Вот кто-то звонит еще. Непонятно, кто-то идет или что на меня? Дмитрий Сызов. А что это такое? Я сейчас посмотрю. Идея. Но нигде не написано, что апостолы спорили. Вот оно как было. Вот оно где. Это из баптистов пришел человек. Из баптистов. Я просто показать некоторые ролики, как они рождаются у нас. Свет в сезе моей. В ноге моей. Свет в сезе моей. Псалом 118-105. Добрый день. Добрый день. Игнатий, я на минутку. Мне там это надо по делу. Ну, ну давай. Я только что пришел. В общем, люди жалуются, что видео плохое, качество плохое видео. Надо дайте мне это тайм-визор сейчас. Я зайду. Надо исправить там. Ну, я не знаю, как сделали. Я так и делаю. Потому что качество вообще никудышнее. Ну, я не прикасался. Вот как вы мне сделали, я так и делал. Вот сейчас сделаю. Я-то еще понимаю. Я как сделаете, так и гоню. Вот смотрите, как вот ролик рождается. А-то Сергей уже так обиходил его. Простая запись. Как я спать ложился. Смешно даже мне. Посмотришь, последний ролик стоит, как я спать ложился. Из-под одеяла вещал. Я говорю, такой ролик ни патриарху никому не сделать. Как спать ложиться из-под одеяла, чтобы проповедовал. Мы уж смотришь. А вот Годен, покажи. Дятел должен. Поехали, я ли все. Опа. Неправильно я сделал. Туда задел. Вот. Вы знаете, когда сделать перерыв? Или с трудом находите для него время? Для всех, кто делает перерыв онлайн, есть перерыв. Вот видите, что попало, лезет. Никак. Ну, переменило даже взгляд вечности. Это даже не знаю, откуда оно. А вот оно где-то. Другая влезла какая-то холера. И вот он Сергей говорит. Мы с ним занимаемся. И здесь Бог усыновил. Установил, что избранных из 2896 наций. Но Бог избрал только Израиля. А еще один прямо от злобы лопается. Евреи, бей жидок. Ой-ой-ой. Ты благословляй их. Бог так избрал голубицу. Из животных овцу. А что? Верблюд больше ее. У него шерсти больше. А у тебя видно этого? Молодец. Долбит. А там мне приносят шкуры. Свиная. Куски. Я повесил. И дятел там ест. Но он не мусульманин. Не адвентист может есть. Ему в грех это не поставиться. Видите? Под окном. А тут воробьи. Тут разные жуланы. И все это снимаем и показываем людям, которые ничего этого не имеют. Этот юноша пришел из бапсистов. И уже начал им беседовать. И ответил маленько не так. Не по канонам. И он задает вопрос. Клига, Тимиля. Твоя неделя. Я перейду. С ним разговариваю. Посмотри. Бризания. А Бризания сделал даже Сепфора. Дальше. Он Божий. Он Божий. Называется церковь. А куда? Я пошел в церковь. Вот мы говорим. И мы понимаем, что он означает. Это означает храм. Видите как? Им задают вопросы. И не видно, кто задает. Там Смирнову. Там другие, которые выступают. По телефону сидят. У меня реально. Вот он человек. Мало того. Они берут адреса, эти люди. А потом приезжают, встречаются. Принимают крещение. Сколько людей за эти годы было. Священники приезжают. Там. Принимают крещение. Возвращаются и служат. Интересно. Да. Это реально. Вот мой ролик. Тут я говорил. А Мария Египетская идет. А он уже, гляжу, в других местах стоит. Почему Мария Египетская за образец взята, когда ей никто не подражает? Мария должна быть Магдалина взята в образец. Понятно. Никто не спорит. Но почему об этом не говорит ни патриарх, ни кто? Я говорю о том, как у нас рождаются ролики. Я даже об этом не думал говорить. Вот этот. О чем я сейчас сказал. Вот так называется. Две Марии. Подобной Марии. В житиях святых. Постоянное стремление – это умертвить свою плоть. С плотью боролись. Боролись и ничего не могли сделать. А лекарство самое хорошее, Господь сказал. Лучше жениться, чем разжигаться. Женился? Живи. Чтобы жена рожала детей, как каждая мусульманка говорит. Наша задача – подарить пять сыновей Аллаху. Вот и все. А главная и постоянная пища их была – Слово Божие. Говорится о Слове Божьем, нигде его даже не упоминается. Что они имели под этим, как это было, контрреволюцией, что под этим словом. Вообще, Слово Божие нигде нет. А Слово Божие с детства. И нигде ни в одном предложении этого не видно. Перешедшие через Иордан, все расходились далеко в разные стороны и не знали друг о друге, как кто постится и подвизается. Даже разойдутся монахи из одного монастыря, а им маршрут не был дан. И вдруг он идет три дня, и вдруг видит свой монах. Он должен маршрут изменить, в другую сторону пойти. Я перекидываю, показать. Она начала молиться. Поднимали руки. Вот, пожалуйста, отходят женщины. Женщины поднимали руки и молились. Официально это. Ну вот, понятно. То есть, это реально. Мы стоим в храме, мы разбираем. И разбираем это вопреки всему общему течению, которое в церкви. Мария Египетская жития считается уже ни год, ни два. Но минимум с канона хотя бы 1100 лет во всем мире. И ни разу Мария Магдалина. Ну, явно что-то не то делается с нами-то. И Мария Египетская за тысячу, она умерла в 522 году, за полторы тысячи лет, ни одного подражателя нет. Ни одного. Ну, еще спрашивается. Я как-то говорил, вот, православие не хочет думать. Чтят этого Герасима. А чем он отличился? А у него лев был ручной. Лев ручной. Так тогда надо канонизировать Дурова. У него там были. Понимали. Звери его слушались. И что? Он на нем возил воду. Ну и что? Лев. Он его обратил? Нет. Потому что он умер. Тогда лев на задние лапы встал, ударился об землю, умер. Воспитал-то самоубийцу. А Герасим тоже, Петрович Павский, переводчик Библии, синодальной которой есть. Псалтырь перевел. Матфея. Его нигде нет, его никто не канонизирует. А того Герасима канонизирует. А там сохранился его монастырь? Сохранился один монах. Один. А кто обратился к Богу? Ни одного. Ни одного за полторы тысячи лет. А здесь через Святую Библию сколько людей познали путь к Богу? И этого Герасима никто не знает, даже сектанты не знают. Ну, Библия и Библия. А кто перевел? Это православный профессор, преподаватель Духовной Академии, воспитатель царских сыновей. Человек, который писал учебники для еврейских школ. Его канонизировать надо было на другой день. А его преследовали, едва-едва его не посадили. За то, что налитографировал студентам. Они сами налитографировали. Перевел в Ветхий Завет для лучшего разумения. Студенты Академии не понимали. А люди, у которых Библия ничего не понимали. Это я, между прочим, говорю, начав с голубя. Все, а то опять ролик получится. Скажут, вы не из ничего. Так и написано, из ничтожного. Из ничего полезного. Сделай, как мое уста. Ничтожное, всего лишь голубь. Ну, ну, ну. Ну, что ты недоволен-то? Ну. Ой, шонка. Ой, ой, да больно, Клевят. Ну, научился. О, гляди, что делает. Ну-ка. Чтобы я его за ключ взял, потаскал маленько. Ну, ладно. Ну. Ой. Ой, недоволен. Ну, ну, кого-то такое сердит это. В меня? Нет. Я на тебя не сержусь. По-христиански-то разве так делается? Ну. Давай, иди гуляй. Ну, ну. Иди, ты не меня любишь, а семечки любишь. Иди. Не люблю лицемеров. Иди, по-хорошему. Пошел отсюда. Уходи. Уходи. Присыпился. Ну, что с тобой сделать? Вот. Прилип ты, как нищик, к забору возле церкви. Ну. Ну, уходи. Ну, на. Тебе костюм нужен. Я тебе сниму его. На. Сиди найдем. Вот кто посмотрит, кто скажет, юродивая Русь. Да, такие мы и есть. Вот семечки уронил. Их надо собрать. У меня лишних нет семечек. Вот. Смотри, вот как я ползаю на коленях. Собираю. Для чего? Чтобы моему дорогому другу дать. Давай. Давай. Вот он где. Держи. Держи их скорее. Ой. Ой. Ну, все, съел. Давай. Вот так. Подожди. Вот он где. Давай покажемся. У отца воротник, а у матери нет. Они две породы. От отца полворотника отхватил. Ну, а хвост далеком. У отца нету здесь гребешка, и он такой же в него. От отца многое ухватил. Ну. Иди домой. Вот это твоя хата. Иди домой. Давай, давай. Тут вода у него. Все есть. Надо убирать. Видишь, что? Я за тобой убираю туалет, а ты пера сколько здесь. Тут обработали, достали лекарства. Всяких вошек, блошек убрать. Ну, все, чем недоволен-то? Вот. Надо убирать. Вот смотри, как я уберу. Даже это и то показать. А ты дерешься. И нехорошо. Видишь, у меня разные бумажки там. Бумажку беру, я сейчас выкину, все. И там практически уже ничего нету. Чисто. Вот я убрал. Отовсюду. Ну, а как убирать? Везде убирается. Ничего тут особенного нет. Вот, все. И там чисто. Там вода. А тут пшеница и горошек. И вон там он вылазит тоже. Посмотри еще. Вот как. Я за тобой ухаживаю. А, дружок ты мой. Да дружок ты мой дружок. Но, но, что такое? Вот такого ручного голубя-то. Но у патриарха нет такого. Красавец, ну-ка. Вот он отолюбуется. Ой, ой. Ой. Слава тебе, Господи. Бог награждает. Все. Ролик родился. Кто-нибудь посмотрит и опять осудит. Я сделал для вас, чтобы вы радовались и не судили. Я же не судите брата моего. Якоб благословен во веки веков. Аминь. Пошел голубей кормить на улицу. Пошел.